12 декабря с 12 часов дня и до 8 часов вечера пройдет общероссийский день приема граждан. Любой желающий сможет задать вопрос представителям городской администрации. Записаться на прием можно предварительно через общественную приемную. 9 декабря международный день борьбы с коррупцией. Органы внутренних дел ежегодно выявляют не менее 80 коррупционных преступлений в Чувашии, многие из которых получают широкую огласку в СМИ. О том, как преподносить подобную информацию, журналисты Чувашии обсудили на семинаре по вопросам информационной работы в сфере противодействия коррупции. Прокуратура Чувашии настаивает на использовании точных формулировок и фактов из уголовных дел и призывает ориентироваться на официальные источники. Следователи напоминают, уголовное наказание грозит не только тем, кто берет взятки, но и тем, кто дает. Поэтому жители должны знать, куда обращаться, если у них вымогают денежное вознаграждение. Ну а сотрудники национальной телерадиокомпании Чувашии поделились с коллегами секретами подготовки социальных роликов на данную тематику на телевидении и на радио. По итогам конкурсов антикоррупционной направленности 2019 года награды получили авторы лучших сценариев, статей, роликов и программ. Мининформ политики Чувашия ежегодно поддерживает медиапроекты, направленные на борьбу с коррупцией и правовое просвещение населения. В прошлом году тоже принимала участие, но, к сожалению, тогда я не была ни призером, ни победителем. В этом году мне очень приятно, что мой труд оценили. Мой сценарий занял первое место, и я вижу результат моего сценария, готовый ролик. Да, это то, что я имела в виду. Писать сценарий мне было легко, можно сказать. Мне это помогал, опыт работы на телевидении на местном, и я, когда его писала, я представляла картинку, звук, видео. И очень здорово, что коллектив НДРК сумел воплотить мою идею идеально. Погони за мнимой выгодой не вводи в беду себе и своих близких.